Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Экологика. Антибиотики – польза или смертельная опасность? Об этом сегодня наш разговор. Каждый разумный человек стремится как можно меньше применять антибиотики только в тех случаях, когда это действительно необходимо. Так же поступают и ответственные врачи, когда выписывают лечение своим пациентам. Однако существует очень серьёзная опасность того, что антибиотики могут попасть в наш организм и без нашего ведома. И даже если мы об этом знаем или догадываемся, можем ли мы этого избежать? Сегодня в нашей студии эксперты в области медицины и сельского хозяйства. Заведующий кафедрой гигиены питания Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова профессор, доктор медицинских наук Виктор Закревский, кандидат ветеринарных наук, руководитель научного центра Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины Светлана Щепеткина и председатель Ассоциации фермеров Ленинградской области Михаил Шконда. Откуда ещё мы можем получить антибиотики? Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные, которые свидетельствуют о том, что человек в два раза больше получает антибиотики сейчас не с медицинских лечений, а именно с продуктами питания. С мясом, с молоком, с птицей и так далее. Но каким образом это происходит? Это происходит из-за того, что в нашей стране пока что не запрещено использование антибиотиков, добавляя цены в корма, с ростостимулирующей целью, но и, естественно, с профилактической лечебной целью. И, естественно, что при использовании этих антибиотиков, особенно когда это делается бесконтрольно, они остаются в мясе, в молоке. И если не выдерживаются особенно сроки выведения этих антибиотиков, то, естественно, мы потребляем эти продукты, особенно когда недостаточная термическая обработка или не те используют технологические приёмы тепловой обработки. Эти антибиотики получаем с этими продуктами. А во время кипячения мы разве не избегаем этих продуктов? Есть исследования, которые свидетельствуют, что при определённых видах термической обработки уменьшается содержание антибиотиков, но не настолько, чтобы говорить о том, что их там нет. Примерно на 30-40, иногда 45%. Остальное остаётся. И с мясом, с курицей то же самое происходит? То же самое, да. Поэтому сейчас-то как раз даже Роспотребнадзор рекомендует при отваривании кур бульон первый не использовать в пище, а именно сливать. То есть это всё-таки помогает? Это помогает, потому что, вот я говорю, что до 40% и там 45% уходит в раствор, ну а остальное мы потребляем всё-таки. Именно куриный? Куриный в первую очередь, потому что именно в куре, в мясе кур, наибольшее количество антибиотиков, как показывают исследования. А как это влияет на наш организм? Если мы потребляем продукты, где содержатся остаточные количества, то это не так страшно. Хотя, конечно, могут быть и аллергии. А если мы потребляем продукты с большим содержанием, то есть там, где превышают максимально допустимые уровни, там уже процесс этот может вызывать и токсические, токсическое действие, уже аллергия, которую практически, наверное, нужно лечить уже будет долго, если эти продукты будут использоваться и дальше. Ну и, конечно, мы говорим об отрицательном воздействии на организм вообще всех тех антибиотиков, которые используются в сельскохозяйственном производстве, которые мы потребляем с продуктами. А это как-то вообще фиксируется? Вот вы говорите, может влиять. А вообще какие-то исследования есть на эту тему? Это очень серьёзная проблема, очень проблема. И таких исследований очень много. Мы говорим, вот сейчас борьба идёт с рак, другие злокачественные образования, различных, так сказать, локализаций и так далее. А ведь во многих случаях это связано и с этим. Дело в том, что в последние особенно 10-15 лет воздействие антибиотиков на микрофлору кишечника человека это проблема из проблем. Потому что задача заключается в том, чтобы наоборот кормить и свою микрофлору, которая где-то там 2-2,5-3 килограмма у нас у каждого. И она исключительно благоприятную роль играет для организма человека. Антибиотики её губят, они воздействуют на полезную микрофлору, возникают дисбактериозы, дисбиозы, дисбактериоз. Он же влияет и на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, и те же самые хостопорозы, и те же самые злокачественные опухоли, и так далее, и так далее. То есть наши микрофлоры, которые антибиотики губят, вот из этих пищевых продуктов, создают проблемы для здоровья человека. Давайте я добавлю, как ветеринарный врач, который очень давно занимается этой проблемой. В медицине и в ветеринарной медицине применяются одинаковые антибиотики абсолютно. И очень многие антибиотики запрещены, например, беременным женщинам, детям в определённом возрасте. И когда, например, есть такая группа антибиотиков, торхиналоны, вот они как раз очень широко распространены в птицеводстве. И они запрещены детям до 18 лет. Почему? Потому что в экспериментальных исследованиях, вот о которых говорила Виктор Вениаминович, выяснено, что у подопытных молодых животных эти торхиналоны вызывают поражение суставов, артропатии. И когда мы начинаем общаться с глубокими уникальными специалистами, например, с ортопедами-травматологами, они проводят статистику, это уже свежая информация по Санкт-Петербургу, они проводят статистику, и у наших детей стало больше спонтанных переломов. Мы разговариваем с гинекологами, они говорят о том, что наступает раньше проблема с воспроизводством, пара теперь не может дольше завести ребёночка или невынашиваемость. Это всё тоже может быть связано с теми дисплотическими изменениями соединенной ткани, которые вызваны антибиотиками, запрещенными к применению детям. И это значит, что мама, когда-то, будучи беременной, съела эту курицу, которая была напичкана антибиотиками, или пила молоко, которое, может быть, недостаточно прокопечённое. То есть, тем более, что оно всё ещё остаётся? Во-первых, оно остаётся. Во-вторых, очень важно понимать, и такие исследования тоже были, что очень маленькая часть выходит, и если выходит в бульон, то вот эти 30-40% они выйдут через 3 часа после варки. 3 часа. А бульон уже съели. При производстве мяса и колбас, вот эта температурная обработка глубочайшая, она снижает количество антибиотиков на 6-7%. Всего-навсего. То есть, практически 100% остаётся. Масло сливочное, оно производится, наоборот, концентрацией молочка. И, соответственно, если были остаточные количества антибиотиков в молоке, то в масле это станет уже в 10 раз больше. И вторая проблема, следующая, это вот резистентность. Постоянно присутствуя в организме животных, эти самые микроорганизмы, приспосабливаясь к используемым антибиотикам, они становятся, резистентны становятся к этим антибиотикам. А дальше возникают вот те проблемы, о которых только что говорили. То есть, они привыкают к ним, уже не реагируют. Получается, и вылечиться невозможно. Правильно? Так получается. Более того, в чём ещё глубина проблемы? Эти микробы, они же хотят выжить, механизму резистентности, устойчивости к химически активным веществам больше 3,5 миллиардов лет. Это эволюционно сложившийся механизм. И что они делают? Кишечная палочка, наш известный всем микроб, она что делает? Она делится своими генами резистентности, устойчивости к антибиотикам с другими микробами. И если в организм человека попадает какой-нибудь посторонний вредоносный микроб, там сальмонелла вызывает тяжёлую токсикоинфекцию, клипсиела может вызвать пневмонию, даже те же стафилококки, гроза роддомов, они этими генами щедро делятся. И получается, что если человек заболел, антибиотик, который будет врач применять для лечения человека, он не будет эффективен. И это одна из самых страшных опасностей именно в развитии этого механизма. Послушайте, получается, что люди это получают из тех продуктов, которые покупают в магазине. Но это же преступление людей кормить, если беременные женщины потом рожают больных детей. Это же надо как-то прекращать вообще? У нас что-то делается в связи с этим? Я знаю, что у нас есть множество решений на уровне ООН. Вот я посмотрела тут в 17-м, в 15-м году принимались там Европарламент. В Ленинградской области тоже есть программы. Какие? Расскажите, пожалуйста. Европе потребовалось 20 лет для того, чтобы вот это профилактическое применение антибиотиков заменить на систему вакцинации, дезинфекции. То есть вот системную работу в отношении животных 20 лет. Мы только в начале пути. У нас этим вопросом занимаются с 2017 года. Но тем не менее, занимаются. Но занимаются. Что у нас делается? Занимаются на глубочайшем государственном уровне. Начиная от медицины, здравоохранения, заканчивая ветеринарией. Подключены абсолютно все структуры власти. И вниз идут программы. Но, к сожалению, для этого требуется время. Если брать программы, которые инициировали мы в двух пилотных регионах. В Белгородской области и в Ленинградской области. То в среднем одному предприятию, это при вот тотальной работе по всему региону. Потому что один в поле не воин. И мы это прекрасно знаем. В среднем предприятию требуется полтора-два года, чтобы изменить технологию производства выращивания животных, птиц, производства яиц без антибиотиков. Чтобы не применять. А каким образом государство будет в этом смысле помогать нашим фермам, предприятиям? Каким образом? Государству нужно обеспечить возможность очень четких диагностических мероприятий. Очень четкой ветеринарной помощи. Для того, чтобы не бежали пациенты сразу в аптеку за антибиотиком. А могли обратиться к врачу, провести лабораторную диагностику. Установить заболевание и лечить так, как положено. А не так, как хочется. В чем еще есть помощь государству? В Ленинградской области решением законодательного собрания по просьбе наших производителей. То есть те, кто производит мяско, молочко, яйцо. Закуплено специальное оборудование, которое вот-вот уже начнет работать. Что оно позволяет сделать? Оно позволяет определить за два часа, вот буквально привез молочко, например, и привез мяско или яичко после лечения животного. Потому что остаточное количество... Привез куда вы имеете в виду? Лабораторию, государственную аккредитованную ветеринарную лабораторию. Вот это оборудование сейчас будет стоять у нас в Приозерске. Это должен фермер сам привезти? Да. Это как-то... Или предприятие само привозит. А какой вот с этим символ для него? Ему же удобнее продать просто, да и все. А здесь вот для этого нужны просветительские программы. Это отдельная история. Она должна быть тоже государственной. Мы можем сколько угодно разговаривать с вами, да, но если каждому человеку не донесешь, насколько это вредно, да, в первую очередь для тебя самого и для твоих близких, неправильное применение антибиотиков, то он не будет об этом задумываться. Для чего оборудование нужно, чтобы можно было понять, могу я это молоко продавать, да, или в нем еще есть остаточное количество антибиотиков? То есть, чтобы получить какой-то сертификат? Нет. Нет, для себя. Нет, для себя. А для чего? То есть, для того, чтобы продавать, а он будет продавать, то есть уже тогда получается, что потребитель может потребовать сертификат какой-то или что? Или откуда он узнает, что это проверенное молоко? Вот смотрите, для того, чтобы информировать потребителя, да, здесь это вот то, что мы можем купить в магазине, да, специально разработана и зарегистрирована в Росстандарте система добровольной сертификации, да, что эта система дает. Вот предприятие получает разрешение на маркировку без антибиотиков. И именно этому вот... И мы это увидим на товаре, в магазине, на прилавке. Да, вы это можете сейчас увидеть в любом магазине. Оно уже сейчас работает. Синявинская птицефабрика, да, там есть маркировка без антибиотиков, да. А для малых фермерских хозяйств это работает вот так вот на сознательности? Ну, на сознательности, ну, тут надо понимать, что у нас, нами всегда движет, на самом деле, два фактора. Один фактор – это наказание, да, а второй фактор – мотивационный. Если я хочу, если я, как говорится, лицом встречаюсь со своим покупателем, и мне приходится постоянно отвечать, да, своим авторитетям, там, ещё чем-то, вот меня спрашивают, я могу справку у ветеринара показать, какой-то группы антибиотиков нет, такой-то нет. Это, опять же, да, там, если говорить про молочное хозяйство, да, они у нас проходят некий, да, контроль. То есть, если ферма небольшая, то контакт, соответственно, с покупателем, он уже более тесный, и можно уже как-то общаться и объяснить. И он отвечает, как говорится, своим лицом, и он видит, как это происходит, да, ему уже становится немножко позорно ему дать какой-то не тот товар. У нас даже, могу сказать, была такая история, что когда между фермером и покупателем появлялся какой-то посредник, как только у фермера отпадала потребность вот отвечать перед непосредственно покупателем, он тут же подсовывал какую-то... То есть, это тоже мотивационная история, да, поэтому здесь вот важно... Тут шатко всё очень, да, то есть, надеяться на порядочность фермера тоже есть. Ну, давайте мы не будем забывать, да, Карл Маркс хорошо описал, и, к сожалению, это есть, да, нет того преступления, ради которого не пойдёт буржуи, ради 300% прибыли. И вот здесь вот оно, наверное, очень сильно и граничит. У нас в связи с этим, и, к сожалению, фальсификация идёт, в том числе и полным ходом, именно по этой причине. Сколько бы заградительных мер не делали, чего бы не делали, а потому что выгоднее нарушить... Одна из проблем фермеров, как сказать, и проблем, и радости, почему фермер не употребляет, в том числе, антибиотики, потому что он зачастую нет денег, и он не хочет на это тратить деньги, потому что он не видит надобности, когда у него небольшое стадо. Когда стадо, конечно, растёт уже, да, там, поголовье увеличивается, тогда он уже, там, деньги другие, и он начинает задумываться уже. А может, антибиотики где-то применить? Ну, а может быть, действительно себя обезопасить, да, опять же, вот в птицеводстве. У нас всё будет наладиться, для этого потребуется просто время, да. Проверили какой-то товар, это сразу занесено вот в ту самую систему прослеживаемости Меркурий, да, и мы тогда не просто... Это система Россельхознадзора, которая обеспечивает прослеживаемость продукции в Российской Федерации, в сельскохозяйственной продукции. Она работает в течение двух лет, в отношении молочной продукции, она начала работать только с ноября этого года, и, соответственно, идёт пока её настройка, да, потому что страна наша огромная, продуктов питания мы производим очень много, и, соответственно, сегодня мы можем отследить только дорогу, да, то есть из точки А в пункт Б. То есть я не совсем... И то не всегда может быть. Я могу сказать, мы достаточно активно взаимодействуем, в том числе с Россельхознадзором, и уже официально по данным Россельхознадзора у них процент фальсификата официально 49%. Тут проблема в чём? Россельхознадзор, он не может справиться со всей, как бы, вот объёмом продукции. Мы когда в Белогороде стартовали с программой, да, там разработан порядок взаимодействия, губернатор Савченко его утвердил, вот, на правительственном уровне. И у нас в Ленинградской области тоже. Нет, мы пока к этому идём, да, не разорваться на кусочки, к сожалению, да. Так вот, получается так, что Россельхознадзор может проверить только одну пробу на 800 тонн мяса, то есть 800 тонн, и всё остальное это расходится по стране бесконтрольно. Так вот, начинать нужно с технологии на месте. Всё равно проверка Россельхознадзора, она всех, так сказать, приводит в тонус, да, и, соответственно, когда вот как раз прослеживаемость дороги с Платоном, да, дальше контрольно-кассовая техника, это все системы, они, на самом деле, все учитывают движение товара. Так получается, что фермер может заявлять о своей качественной продукции, раз вот его чистые сливки, молоко, сметана... То есть у фермера другая проблема, для того, чтобы фермеру полноценно поставить продукт более-менее какого-то существенного объёма, стоит вопрос создания какой-то существенной переработки. То есть это уже нельзя там взять и где-то тут 30 литров там молока сварить и сделать там 5-10 килограмм творога. Мы уже говорим о каком-то промышленном оборудовании, 500 килограмм там и так далее, а это уже другие требования. Вот, кстати, на многих и крупных предприятиях, я знаю, что там есть такие системы, где молоко от больной коровы, оно сразу там даже останавливается, вот современные, да, вот там аппараты стоят, которые... Но не останавливается, корова убирается. Корова убирается, нет, они просто даже это молоко, оно уже не идёт дальше. У нас роботизированное есть в области фермы, который робот просто, знаете, что делает, он просто берёт, как только обнаруживает что-то не то с молоком, он тут же сливает в канализацию. Фермер, который об этом рассказывал, он прям так с боли, такой вот... То есть да, вот этот конвейер, да, он практически останавливается, но это как раз уже на более крупных предприятиях, которые могут себе позволить такую технику. Я хочу такую ферму, денег только надо набрать. А стоит, надо денег набрать. Ну, чтобы поставить робота на такую, на 25 миллионов примерно. Это там 10-12 миллионов сам робот, ещё дальше сопутствующее надо перестроить. Ну, вот как раз хорошая программа могла бы и со стороны государства, поддержки фермера, чтобы вот это всё происходило автоматически. Потому что, мне кажется, если это всё будет, знаете как, на таком уговорах в сторону фермеров, да, что давайте вот вы это принесёте, давайте мы это у вас проверим, то это, конечно, работать не будет, да, безусловно. Если придёт, допустим, государственная ветеринарная служба и скажет, дорогой наш фермер, давай мы тебе будем вот это мероприятие, там, да, производить вот там то-то-то-то, с тебя либо какая-то соотнесённая цифра, которая эмоционально понятна и применима, да, и в том числе финансово, да, так он с удовольствием пойдёт и её потратит, эту сумму, чтобы снять с себя вот эту лишнюю задачу очередную. Но мы с вами всё говорим, будет, будет, программа будет работать, надо мы говорим, да, а что сегодня-то получается, что же нам теперь молоко не покупать, получается нам курицу не есть, что же делать? Нет, это не так. В 2018 году вышло вот это решение Европейского экономического сообщества, где для 72 антибиотиков, значит, они должны определяться вот в продуктах питания, но, как я понял, там 9 антибиотиков, ещё вообще методики не разработаны. Да, понимаете, да, там для некоторых такое нужно оборудование, дорогостоящее, причём там тоже половинчато указано, что переработчики, они вроде бы и могут проводить исследования по антибиотикам, а с другой стороны, они не обязаны это делать. Иногда переработчики тоже заинтересованы в том, чтобы там был антибиотик, потому что тогда мясо не портится. Но задача-то не найти и обезвредить, да, и не уничтожить это мясо, это невозможно, там яйца, это молоко. Задача не допустить продукты питания. Здесь как раз соприкасаются несколько, так сказать, организаций, вот Россельхознадзор, а потом, когда переработанная уже продукция, там уже Роспотребнадзор. Давайте так, у нас есть и Россельхознадзор, Роспотребнадзор, но почему-то фермер продает в таких количествах, еще раз, если он будет, торгуя своим лицом в том числе, продавать некачественный товар, завтра от него все откажутся, не будут у него покупать. Значит, стоит бояться крупных производителей. Он стоит бояться того продукта, где сложно отследить, откуда он. Ну и, соответственно, происхождение, где может быть какой-то фальсификат, чем больше посредников, переработчиков и так далее. Вот здесь кроется самый главный фокус. Весь фальсификат, он же как, выявляют, куда выезжают, а там нету ничего. То есть прослеживаемость должна быть реальной, а не виртуальной. И мы начинаем всегда с производителя, маленький он или большой. И любого производителя на своем уровне нужно научить. Так же, как фермера нужно научить, что нельзя бежать сразу и применять антибиотик. Разработанная система мониторинга, которую нужно просто внедрить и доделать. Потому что, когда у нас были особо опасные болезни, это было 30, 40, 50, 60 лет назад, с ними врачи умели справляться очень хорошо. Но в условиях промышленного животноводства, птицеводства, совсем другие возникают болезни. Это болезни технологии. Они вызываются собственной микрофлорой организма. И чтобы остановить этот бесконечный процесс, нужно научить врачей, как лечить животных, как профилактировать болезни так, чтобы не примять антибиотики. Вот опять мы с вами говорим, вот что нужно. Вот это должно государство поддерживать. А как же мы живем сейчас? Что нашим зрителям-то, что нам всем делать? Можно покупать у фермера. Я сама лично так делаю. Я покупаю молоко сама лично у проверенного фермера. Во-первых, ему полезно узнать какие-то свои нюансы по жирности, по всяким. Во-вторых, ты полностью уверен. И фермер показывает, как вы и говорили, результаты проверки молока. Ну, слушайте, ну это уже не выход. Мы же не можем всем посоветовать искать своих фермеров. Мы так можем посоветовать переходить. Для этого нужны информационные системы к вопросу, чем может помочь государство. Сколько ждать, скажите, сколько нам ждать? Ну, яйца вы можете уже сейчас есть, синявинские, да? Нет, сто процентов. Вся страна приедет. Это не реклама, это факт, да? Это описано. Это описано. Приехала вся страна. Вице-губернатор Олег Михайлович Малащенко был на торжественном вручении. То есть работа ведется очень плотная и очень хорошая. И то, что синяянская не применяет антибиотики, а значит, их нет в их яйцах, это сто процентов. А что, если нам взять и просто запретить использовать в сельском хозяйстве антибиотики? Или четко вот это вот прямо как-то жестко контролировать? Вот это вообще возможно? Чем отслеживать там? Как, что это? Вот смотрите, почему Евросоюз шел к этому ни много, ни мало 20 лет. У них программы начались в 90-х годах вот по снижению количества применяемых антибиотиков и по удалению стимуляторов роста. Там прошло несколько лет, оп, они посмотрели. Экономика эффективна, животные не болят. Самые страшные были войны. Почему? Потому что животные боялись, фермеры, что начнут болеть. Крупные предприятия, не знаю, у фермеров не такой большой производитель. Я сейчас говорю про ЕС, подождите. Я сейчас говорю конкретно про ЕС. Что там нет, холдингов? В Голландии потребовал, у них холдинги, это маленькие фермочки, много-много-много-много, с которых собирает одно мясоперерабатывающее предприятие. У них такая система. Им потребуется 20 лет, чтобы, во-первых, доказать, что производить продукцию без антибиотиков возможно. Вот в Голландии 8 лет потребовал. А все-таки возможно? Конечно, конечно, возможно. И в условиях промышленного... А как же лечить животных тогда? Это же вопрос возникает. Только при назначении ветеринарного врача, который установил диагноз, который сказал, да, они болеют, он вылечил и сразу же проверили остаточное количество, чтобы продукция уходила на полки магазинов без антибиотиков и других фармакологически активных веществ. Вот эта система, которую мы сейчас внедряем, которая была внедрена в ЕС, но, еще раз повторю, там нет такого крупнотоварного производства. Там маленькие... Кроме у нас фермеры, на самом деле, достаточно все-таки продвинутые, и они используют вакцинацию в том числе. Вакцинация, да, один из способов, совершенно верно. Ну и вот надо к проблеме органического производства гранических продуктов питания, потому что это, я всегда говорю, что это... Ну, это проблем много, но это альтернатива здоровому питанию для человека, потому что там вообще практически исключены использование антибиотиков и всего такого, которое приносит вред для здоровья человека. В Европе, да, мы, может, далеко ходить не надо. Она, во-первых, субсидируется там, что-то порядка 50% из бюджета государственного. Первоначально. Первоначально, да. Первоначально. Первоначально. 50% от конечной стоимости, плюс на 30% она дороже на полке. То есть это в совокупности, чуть ли не они-то получаются больше 100%, они получают. Конечно, в этот момент они тогда не боятся, что у них лишняя курочка отвалилась. Ничего страшного, мы ее сейчас... Но у нас же тоже принят закон. У нас же тоже принят закон об органическом земледелии. Ведь он же только начинает работать. То есть это начинается у нас. Нужно как-то побудить это государство в том, чтобы они субсидировали... Чтобы этот закон работал у нас наконец. Чтобы он работал. Потому что действительно, если не будет поддержки государству, это будет крест поставлен. А что же нам делать? Я все-таки вот как тот самый потребитель, как вот люди, которые приходят в этот магазин. Но ведь и вы же тоже такими же потребителями являетесь. Что делать? Я хочу сказать, что мы являемся, так сказать, жертвой той системы, которая существует в этой стране. И мы сами, да, совместно с Роспотребнадзором, Россельхознадзором должны последовательно проводить такую политику, чтобы государственная политика была, в первую очередь, в поддержку фермеров. Дальше вот то, о чем вы говорили. Да, обязательно только на местах навести порядок, чтобы больше было добросовестных фермеров, которые бы дорожили своим именем, своим... Вот только это, потому что другого нет. Если тебе попался на дороге представитель Росельхознадзора, Роспотребнадзора, то еще пропало. Все. Почему? Потому что на данный момент эта история такая. Но вот последние два года взаимодействия, в том числе по системе Меркурий, чем показательные на самом деле показывают, и в том числе государству оно показывает. Они должны... Государство должно на эту ситуацию посмотреть. Росельхознадзор начал профилактическую работу. Не была система Меркурия введена. Хлоп так, и все. И всех под одну гребенку, всех режем, вырезаем, и понеслось. Нет, было сказано, так, ребята, мы начинаем. Вот отсюда хотите, не хотите. Все сопротивлялись. Как это было сопротивление? Бешеное. Огромное. Все. Мы запускаем, мы никого не наказываем. Но вы должны это четко понимать. И когда все начали видеть, что Росельхознадзор их видит, одеться им некуда, их просто заставили, иначе... А это надзорная организация? Да, это надзорная, при этом она не... Не вошел в систему? На. Вошел? Молодец. И все уже понимают неотвратимость исполнения. Чем наша была до этого ситуация плоха? Тем, что суровость наших законов компенсируется необязательностью их в исполнении, да? У нас уже нет времени ждать. Нет времени ждать. У нас же страшная статистика, да? У нас получается, что люди... Сейчас 700 тысяч смертельных случаев в мире ежегодно. 700 тысяч, да? Ежегодно. Сейчас вот от коронавируса, вот на данный момент, около 3 тысяч человек умерло, да? А тут 700 тысяч ежегодно. Это только начало. Это только начало, да? И будем надеяться, что эта цифра остановится. Но здесь 700 тысяч, это из-за отсутствия иммунитета. Ольга Евгеньевна, это только доказано. Ольга Евгеньевна, надо покупать у фермеров. То есть мы не можем. Сейчас надо покупать у фермеров. Вот мы можем только вот... Я и хотела у вас спросить, с чем мы можем к людям обратиться, да? Вот что, ну, понятно, второй бульон, выливать первый бульон. Что мы еще можем делать? Яйца мы можем есть? Синявинские. Синявинские можем, хорошо. 100% с яйцами решили, что... Смотрите, пастеризованное уже нет смысла. Пастеризованное достаточно. То есть не надо бояться пастеризованного. Бояться можно, если пока что еще система не внедрена полностью. Если молоко стоит больше пяти дней, и оно пастеризованное, то не киснет, то это один из возможных признаков, что там находится антибиотики. Антибиотики, вот оно в чем дело. То есть здесь это можно применить как один из критериев и четко понимать. Что можно делать? В Санкт-Петербурге работает очень активно общественный контроль организации. Вишневецкий Всеволод Борисович. Он получает президентские гранты. И, например, благодаря ему мы проводили в прошлом году, как раз вот когда Синявинскую сертифицировали, в условии сертификации входят контрольные закупки продукции для того, чтобы проверить, действительно не врет ли он нам. И по соглашению с производителем это делается не менее четырех раз в год. Так вот, мы закупали яйца всех производителей, которых только нашли, и проводили исследования. То же самое я знаю, они делают с окорочками, там, куриными, с мяском, с молочком, с маслом. То есть здесь что важно? Важно, если мы говорим о регионе, да, почему? Вот я считаю, что должны быть региональные программы, потому что, в первую очередь, губернаторы заинтересованы в том, чтобы население было здоровым, чтобы оно не болело. Ну, хотя бы здесь решить на этом. Так вот, что нужно? Во-первых, вот эта простительская работа, да, и организация на местах. А во-вторых, вот те самые контрольные закупки продукции и очень жесткое порицание в прессе при выявлении каких-либо недостатков. И я считаю, что этот механизм на данном этапе, пока системы все формируются, потребуется год-два еще, да, и производителей станет больше. То есть вот на это нужно, параллельно с обучением специалистов, фермеров, да, вот, становлением лабораторной базы, да, нужно, вот, чтобы выделили правительство гранты на это. И организации, пусть это будет НЭП, пусть это будет Роспотребнадзор, пусть это будет Институт Мечникова, неважно, да, непринципиально. Это можно организовать правильно, экспертно, выбрав сообществом, да, и производить эти контрольные закупки для того, чтобы в пределах региона регулировать. Многие производители могут подать на этот конкурс, как называется, можно покупать, он действует у нас в Санкт-Петербурге, ну, и распространяется на Ленградскую область. То есть там вот представляют эти самые производители свою продукцию, это продукты, тщательно исследуется, сначала тест Санкт-Петербург, все лабораторные исследования, потом, значит, экспертная комиссия, вот, я тоже вхожу туда каждый год, да, вот, и мы уже выставляем баллы, и проходит определенная продукция, которая действительно и по лабораторным исследованиям, по органолептике, по всей маркировке, по правилам, вся, значит, ну, как бы, ну, скажем так, соответствует требованиям санитарного надзора. Вот, и, значит, эти предприятия имеют право ставить вот эту самую на маркировку, что можно покупать. В условиях промышленности возможно организовать выпуск безопасной, качественной, дешевой продукции, да, у нас уже есть предприятия в Белгородской области, она выпускает мясо цыплят-бройлеров под брендом «Белая птица», к сожалению, из Белогорода логистически к нам не долетает, они уже год работают вообще без антибиотиков, и оказалось, то есть, почему я верю в то, что будет система развиваться, оказывается экономически выгоднее производить продукцию без антибиотиков. Мало того, что они меньше тратят денег на лекарства, да, они настолько отработали, оптимизировали технологию по вакцинации, по гигиене, по технологии переработки, что они сэкономили огромное количество денег, они получили больше мяса, и плюс за счет того, что у них вот эта идеально налаженная технология, они открыли новые рынки, они увеличили экспорт, а цены они не подняли, и они получат, у них на сегодняшний день их мясоперерабатывающее предприятие не справляется с объемом заказов. Потому что люди понимают, да, люди тоже заботятся о своем здоровье. Да, точно так же Синявинская. Повезло в том, что генеральный директор предприятия, он кандидат ветеринарных наук, у него голова устроена как у врача, то есть он считает деньги, но с точки зрения врача. И он озвучил на всю страну, я повторю здесь эти цифры, да, что раньше они тратили, когда применяли много антибиотиков, и не была вот эта идеальная технология отлажена, в месяц на содержание обработки птицы 50-60 миллионов рублей в месяц. Теперь они тратят 20. Это вакцины, это гигиена, пробиотики те же, органические кислоты и так далее. То есть это выгодно. Поэтому, ну, год-два, и мы сможем есть безопасную еду, мне кажется. Ну, а пока надо подождать, и ваше здоровье, дорогие зрители, в ваших руках. А вы пока подписывайтесь на канал Экологика, мы будем вам рассказывать, какие маркировки, как надо выбирать товар, и что вообще надо делать, чтобы ваша жизнь была более здоровой. Светлана Владимировна, а своевременен ли сейчас вот этот разговор? Вы посмотрите, люди сейчас перепуганы, у нас коронавирус, да, все думают о том, как от этого-то спастись. А мы тут с вами вдруг, пожалуйста, еще про бактерии рассказываем. Я считаю, что разговор очень своевременен, потому что основой основ при профилактике любой болезни является поддержание своего иммунитета. Можно откладывать до бесконечности, да, в силу глобальных каких-то проблем, как это делалось в нашем государстве, да, нужно сегодня здесь прямо решить этот вопрос и все. Важно об этом говорить, важно, чтобы каждый человек понимал, что только в его силах правильно о себе позаботиться, о своих детях, о своих близких. К вопросу коронавируса… Связано ли это как? Я думаю, что антибиотики в данном случае никак не связаны, но есть совершенно четкие эволюционно сложившиеся закономерности, которые превосходно изложил в своей книге Джеральд Даймонд. Книга называется «Ружье, микробы и сталь». В 2008 году он получил за нее пулицеровскую премию, где очень четко отслеживается, что когда на определенной территории скапливается какая-либо популяция в большом количестве, это можно взять людей, можно взять животных, там вспомним леммингов, например, да, то происходит эволюционный отбор отсев, возникают инфекционные болезни, с которыми человечество либо научается справляться, либо нет. Так было с чумой, так было с холерой. Может быть, коронавирус – это один из проявлений вот того самого эволюционного отсева. И победит та нация, да, и те люди, которые умеют правильно решать эти задачи. Точечно решить ни одну задачу нельзя, только системной, плановой работой на всех уровнях нашего общества. Ну, нам остается надеяться, что мы живем в правильной стране. Да, я не могу в это не верить. До встречи.